невероятное место притяжения для очень многих людей добрый день дорогие друзья сегодня по делам и свои приехал в новороссийск кое-какие-то моменты делали по теме квадрокоптеров для наших ребят на передовой и я подумал раз уже в новороссийске то грех не доехать до этого места притяжения абраут дюрсо в котором очень много изменений на который мы с вами посмотрим и за которую меня даже душа радуется в общем приглашаем 2023 год абраут дюрсо сегодня календаря 6 января кнопка на старт и мы поехали абраут дюрсо находится в новороссийске по пути если вы туда приезжаете есть у них своя платная парковка есть также там бесплатные парковочные места абраут дюрсо как место всегда является центром притяжения потому что здесь есть очень интересные экскурсии по шампанскому самому известному в россии также есть очень много других создаваемых предпринимательными местами притяжения то есть очень много фото зон очень много мест которые хочется посетить и вэлком то абрау даже сегодня вроде бы уже 6 число сегодня рождество и видите сколько машин то есть парковочные места платные уже занимаются и вот следующая парковка показывает нам что на ней даже вообще одно место осталось только пустое все остальное в принципе занято это говорит о большой популярности и востребованности этого места ну а на самом озере работает фонтан я вижу и даже регата парусная входит попробуем найти сейчас бесплатное место если конечно же нам повезет самое важное и главное на удалось найти бесплатное парковочное место может также его проезжая храм вдоль озера также еще и туда за озером будут бесплатные парковочные места но если объедите озеро можно попросить поселок дюрсо где вы получите великолепный пляж небольшой но очень классно а если перед озером свернуть налево вы объедете озером по другой стороне и тоже попадете в невеликолепный пляж до которого надо бы пройти пешком там тоже очень красиво парковочных мест здесь тоже предостаточно и они практически все заняты отсюда начинается вся красота может увидеть храм который здесь на горе и на которой шикарные виды с того места переходим дорогу и сейчас будем уже с вами лицезреть само озеро непосредственно от самого озера можно совершить 8 разнообразных маршрутов маршрута очень интересно есть также на сайте это вы можете поглядеть вот в пляжиком их дома йоги я прям даже посоветовал вам сделать практически все это есть у нас на youtube канале можете посмотреть и этому что он очень все понравится посмотрите здесь прям круто котики браудился готовы для того чтобы их погладили мучий красавчик и вот он вид смотрите фонтан яхты которые ходят по озеру и просто невероятной красоты облака по небу бегут еще просит давай давай еще чуть-чуть погладь меня погладь красавчик далее нас ведет вот такая вот великолепная дорожка с небольшой лестнице непосредственно ко всем местам притяжения и развлечения и мы туда вместе с вами отправляемся лесенка особенно по весне здесь довольно-таки живописно когда появляются первые цветочки и листочки выглядит прям очень красиво здесь по настроению разнообразные ресторанчики с беседками которые также очень классно вписались обратите внимание как это смотрится на воде фонтан который бьет вверх и вот они резные балкончики с беседками с видом на церковь и сама лесенка по которым с вами пришли играет музыка романтическая для прогулок особенно со своей второй половинкой я думаю будет здесь неимоверно классно я когда впервые появились эти ресторанчики приезжал сюда фотографировал своих подписчиков с краснодара делаем великолепную фотосессию у меня с ней остались очень классные фотографии воспоминания сейчас конечно жалко что не получится полетать над озером но это не страшно хотя сегодня летал на квадрокоптерах но совершенно другая стихия и для других дел все-таки считаю что гражданские квадрити не стоит сейчас использовать чтобы не пугать наших жителей ведь все-таки такое тревожное время живем красота мне прям даже интересно стало что это за баран шоу но я так понимаю что это это вкусняшка здесь у них готовится и тут посмотрите пути-пути устроили все гнездования до утки обычные утки селезни огромное количество вот уже люди сидят за столиками погода очень классно несмотря на прогнозы у нас еще тепло плюс 9 градусов сейчас показывает здесь и можете увидеть выход на пикс очень долгое время сбора можно выйти потому что нам нужно было затоплено из-за большого уровня воды вот сейчас получается никогда лучше огромное количество мелкой рыбешки плавает гулять из вода видите стоялась почти по ту лесенку не дальше будут новые которые здесь появились отсыпали вот этот бруссер я так переживал что разрушения были огромные но сделали опором стенку и все хорошо теперь то что какие же вида как это все красиво смотрится выезжайте обязательно в обрау я уверен чтобы не пожалеете с правой стороны живописные скалы мы можем увидеть и церковь сверху и ехтесменов посмотрите раньше тротуар был здесь сверху сейчас вот изготовлена такая опорная стена плитонная угловая и я так понимаю что теперь на сверху не будет прогулочной зоны она будет снизу его может быть сверху сделано в общем пишите свои вариации как вы думаете как будет сделано лестница вниз и поп потянут у нас там можно прогуливаться чем собственно люди сейчас и пользуются и гуляют здесь не хотелось бы конечно повторений всех этих наводнений и тут такая вот тенистая аллея было я вообще очень сильно ей радовался жалко что она осталась хорошим или надеяться что засадят и там побольше деревьев можно быть гулять очень переживала за то чтобы сделали все вот это вот восстановление и теперь это будет наверное даже визитная карточка более красивая чтобы набережная я думаю что уже следующими паводками не разумеют очень молодцы подошли основательно сделали все очень капитально и красиво вижу вот такую конструкцию то здесь лестница не до конца получает вот такой уровень поднимать уже вообще в войне интересно как тут все будет выглядеть в дальнейшем но видите как этот ветер раздувает фонтан и фонтан долетает даже до самого берега мы можем увидеть как тоже переработали это место те как будут заняться для набережных по-другому в домике и вот так вот сейчас выглядит здесь подъем то есть такая деревянная лестница пока не приглядно это все выглядит но деньги вкладываются колоссальные поэтому конечно все будет хорошо а а так раньше было здесь по прямой конечно или что проходила трактуарная дорожка и мы с вами попадаем непосредственно на набережную здесь гуляют люди уточки ждут тех людей которые с этого очень точно до покорнили здесь мы будем понять почему-то выход так перекрыт на этот перст наверно либо для яхты сделали либо частных это использование люди отодвинули и спокойно нет-нет выходят сколько же здесь этих уточек ну это их домика которые они несут яички выросли еще новых уточек никуда не собираются даже уходить с этого озера они тоже достопримечательность как такой деревка замочков там крупно-расивые лавочки можно посидеть и его плакучая которая до сих пор еще не облетела такой вот у нас сезон и конечно же люди которые отдыхают и забирают и получают удовольствие всех этих мест мы с вами дошли до амфитеатра люди сюда приехали постоять посмотреть по сторонам подышать озерным воздухом выглядит это все довольно таки красиво но такое ощущение как будто здесь был дождь либо это вот от фонтана ветром так нанесло воды много потому что здесь вокруг все мокрое радует что давно не видел эту набережную сухой и вот последний раз я приезжал вода еще вот там стояла сейчас же воды практически нету и все работает довольно таки хорошо для прогулок для людей еще пойдем с вами еще в центральную часть посмотрим как там будет ну здесь я пока не вижу всю красоту этих мест и радует что ничего практически не погибло все деревья выжили выйдя сюда поближе к центру довольно таки сильно продувает ветер становится даже холодно но мороженое продают вот мы проходили с вами вдоль берега и там мальчик говорю мам ну купим мороженое он сказал никакой мороженое сегодня на меня полетела вода ребята прям в лицо ух главная камера чтобы не сдохло такого количества воды вот охренеть кот просто какой большой ой 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 все нагладили вон работает прокат это моранов также есть теплоходе который очень сильно пользовался популярностью в летнее время сейчас бы не сказал хочу ли прокатиться когда особенно это вся летит водится слушайте вот такие вот я не видел небольшие как бы катамараны так понятно что они с управлением от обраудер со но все работает красиво смотрится в подсветка новогодние с укрощением саму кораблик и люди тут фотографируется еще один пирс это понятно что этот был сделан в таком же формате здесь покататься взрослый 800 детские 400 рублей это проход ну красота на самом деле согласитесь друзья хотели бы покататься или может быть катались на таком теплоходе напишите обязательно я помню в прошлые приезды существо здесь изменений вот это кафе только начиналось строится здесь практически везде стояла вода но до сюда получалось дайте но это набережная вся была воде сейчас между этих колонн можно прогуляться отсюда открывается просто нереальнейший вид хотя видите то еще набережная до сих пор заходит на него да на церковь от ту сторону озера на самую красоту начи начинает когда туда заезжаешь а здесь появился довольно симпатичный красивый ресторан смотрится классно там кстати где играет музыка идет прокат коньков прода каток там пластиковый и мне не очень нравится я раз приехал посмотрел на все действия когда он только открывался он пользовался прям бешеной популярностью и понял что туда особо не хочу смотрите сколько людей здесь сидит в этом кафе прям один столик все в лесу больным уже есть обрал джуньер бар ну и развлечение конечно же горочки все это симпатично красиво вписали то есть такое развитие появилось непосредственно в самом абрау смотрится очень достойно напишите обязательно как вам чтобы вы знали что он всегда здесь радость стоит вот такая вот статуя девушки скрутящимся наверху нее нимбом как это называется пойдемте вернемся обратно там пожалуйста есть еще здесь туалет с этой стороны это как снеговик и олени смотрится 100 лет стоимостью 25 рублей сходил специально для вас протестировал идем дальше я так понял что сюда перенесли и тех фирменный магазина брау дюрсо находится здесь продаются шампанские разнообразные продукты которые у них делаются прям на набережной не надо идти вот туда в пещеру откуда заканчивается экскурсия если вы конечно были но если не были я честно советую экскурсию особенность дегустации дегустация очень хорошая но он пожалуйста в ресторан вот сейчас мы посмотрим что здесь по ценам можно прикинуть и понять по карману нам это или нет так мы здесь конечно же вина 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 предлагает а что стоит здесь поесть это винная карта была вот меню по ценникам икра черная астраханская 6400 господи вот это было надо первым указать чтобы сразу отпала желание на суп из фирменского петушка 390 рублей то есть обычные ресторанные цены ничего сверху но конечно же увидев ценники на черную игру я немножечко испугался смотрится это страшно пишите если вы здесь были в этом ресторанчиком таким видом я бы сам все очень быть сел но идет дождь на улице не посетишь причем за счетами ну и смотрите какие еще достопримечательности здесь появляется вот люди пытаются прощемиться на каток пойдемте мы с вами посмотрим что там вообще почем и чего тут происходит как раз походу будет катание можете посмотреть расписание работы катка и те дни в которые он будет собственно работать очереди довольно-таки большие не сказать что мест нет больше раз когда мы здесь были люди стояли по кругу местная печалька что сам каток он такой пластиковый и даже профессионалы на нем все чувствовать не очень хорошо ну и что стоимость по ценам можете увидеть это речка позора брау дюрсо то есть такая вонючка впадающая непосредственно в озеро печальная ну давайте об этом думать не будем вот это любимое сердечко слушайте какие-то вот две такие зоны появились слева и справа наверно цветы туда спрятали которые погибают от холода ходим с вами вообще на центральный фонтанчик здесь центральная набережная указывает что висит туда мы с вами там были вот как паровозик здесь есть мы сегодня что-то не работает приуныл ну и конечно же мороженое а там дача огромное количество еще разнообразных фудкортов находится ну конечно же качельки красивейшие попадаем уже в новогоднюю сказку самого абрау дюрсо узнать какая симпатичная елочка с печенками разными украшена также работают все бары рестораны как я говорил в начале магазинчики тоже функционирует и работает он та самая красивая качелька многолюдно чего еще приговорится хотеть о чем еще мечтать когда ты приезжаешь красивые места отдыхать здание друзья посмотрите 913 года промышленная улица здесь дача мороженое пирожковые слушайте прям вот все переделывают в один стиль делать красиво хочу дойти до центральной площади посмотреть как там сейчас будет bubble storm не знаю что такое ценника можно посмотреть пирожки по 40 с капустой чебуреки по 100 сосиски 60 слойки вкусную пиццу по 120 вот здесь есть еще один фирменный магазин на пути как раз как начал в экскурсии он называется фирменный магазин номер один пойдем посмотрим что тут есть осталось после нового года красота ребят можно посмотреть на насчет денег хватило он за 7000 шампанское хотите смотрите на самое дешевое вот такое шампанское сейчас стоит 420 рублей а брау дюрсо будет с новым годом точно коты здесь по моему самые толстые которые только видела не бояться никого знаете одни глаза этот разговор все попал о здесь смотрите что-то переделывать все огородили здесь еще есть такая тема как арт базар в одном из первых мест в брау дюрсо появились рыночки на которых местные крафтеры рукодельницы и рукоделители начали производить и продавать свои товары которые у нас здесь делают довольно таки необычным было явление мы вышли сюда центральному входу сказать на экскурсию здание красиво смотрится все классно но здесь каких-то дополнительных украшений в принципе нет а я честно ожидал что они будут здесь можно наверх подняться ни разу кстати не ходил так увидел что ребята такой но сцены так понимаю что не использовали в том сезоне большому сожалению как пахнет едой это просто вечно там просто впереди еще фудкорта худея держусь как могу но я чувствую держусь эти фанагарии долина огромное количество разнообразных магазинчиков если зайти внутрь и все таком найти красивом особенно стиле которые сделаны он кисина привлекает к себе внимание здание сохраненной архитектуры либо восстановлены так красиво ведь еще одно кафе здесь справа стороны разнообразные фруктовые точки и фудкорта открываются навесы и люди здесь могут поесть по ценникам можете глянуть что почем здесь вот такие ароматы по что здесь что хочешь ешь супы и сворки разную ценник прям такие же как в стране хлеб и варим это что-то типа пельмешков с такими ценниками можете увидеть баран и кинза прикольно чебуреки то что держаться там мой любимый с этим магазинчик неоднократно там пробовал сыр вам советую очень вкусно там кефир пита пита где раза 350 рублей можно взять так узкие гречки салат 350 оливковой маслины 290 рублей жалко что сейчас не лето экономим средства мы смотрим капючинка 250 метров за 180 рублей тайны легенды здесь многие тв ценников а вот они не успеется на что-то 390 вроде бы все куча разнообразных вкусняшек от которых держаться подачи вот это место работает домики постоянный стабильность от который показать перед этим не закрывается вот это работает каждый день скачать приложение и вот он пожалуйста 3 3 пиды пиццы пепероды 360 и все надо бежать ребята то сейчас чего-нибудь съем или нападу на кого-нибудь я не выдержал самца 150 рублей в том варечке котором показывал и 100 рублей бутылочка кефира идеально самый выгодный вариант короче ваше здоровье и мясо вау друзья это прям топ самца одно мясо лука практически нету за 150 рублей я вкуснее самцы наверно вообще не помню чтобы я очень вкусно действительно я вас поздравляю всех с рождеством желаю здоровья и счастья чтобы все было прекрасно самое главное мир на небо от души samsung прямо рекомендую офигенно нереально вкусно ларечек он тот вы помните который вам показал ценники с пирожками со всем остальным ваш здоровьем хотел отключать камеру не знаю будет слышно или нет здесь колокольный звон над озером здесь теряется ощущение что мы в россии но наглее кота я точно еще не видел королевский просто кот сел сразу не на стульчик а на столчик красавчик ох какой просто вальяжно красивейший огоньки провести караселька действительно приятный рождественский вечер обраудерсо друзья мои шикарно для решения это честно ни разу не позволял чтоб поехали и смог поделиться вместе с вами эмоциями пишите если вы были в обраудерсо обязательно в комментариях если были на дегустации тоже пишите вообще просто пишите мне будет интересно ваше мнение всем пока